Сегодня вспоминают один из самых значимых дней в истории нашей страны. 72 года назад была полностью снята блокада Ленинграда. Она длилась почти 900 дней, невыразимо долгих и тяжелых. За это время от голода и бомбежек погибли сотни тысяч человек. Но город не сдался, и фашистам взять его не удалось. Накануне памятной даты с одной из тех, кто стойко пережил блокаду, встретился наш корреспондент Дмитрий Витов. Валентина Федоровна редко рассказывает о блокаде. Считает, что ее история обыкновенная. Все детство тут, в Центральном районе. В Таврическом саду десятилетняя девчонка и услышала по радио о начале войны. Вон там собирались ополченцы. Здесь выстраивалась очередь к речной проруби. По этому мосту бесконечные вереницы везли умерших от голода. Мертвые были повсюду. Лежали в парадной, во дворе. Блокада. Очень часто были бомбежки и обстрели. И нам доставалось, мы же жили без окон, без стекол вернее. Вот в эти проемы были установлены такие амбразуры для пулеметов. Дома Валентина Федоровна, как всякий блокадник, прежде всего стремится накормить. Ставит чайник, достает фотографии. Друзья, одноклассники, танцевальный кружок. И вдруг замолкает, извлекая из конверта потертую книжицу. Как он же это, обгорелый. Эту кровь, моя мама. С 72 года она боялась даже трогать эту картонку. Удостоверение, по которому мама получала пособие на погибшего отца. А еще в конверте газетная вырезка. 25 мая 43-го года улицы города подверглись наиболее интенсивной бомбежке. Санитары выносят убитых. На фотографии, на носилках – ее мама. Разобрать трудно, но Валентина Федоровна уверена, точно – она. Мама шла с сестренкой в поликлинику, как раз по Суворовскому проспекту. Авианалет, прямое попадание. Мне показали, значит, то, что осталось от них. Сестру вообще на клочья. Маму тоже все выворили. То есть попали в эпицентр. Мне вот вынесли вот этот крестик. А мама была верующая. А это документ, который был найден на ней. Отец оборонял дорогу жизни на Ладоге и погиб почти сразу. Вскоре на фронт ушел брат. Они с мамой и младшей сестрой выживали каким-то чудом. Мама до войны работала в кожевиной артеле. Сумочки в блокаду стали не нужны. А вот кожа пригодилась. И мы варили вот эти куски кожи. Был клейстер. Потом стали давать кровяную муку. А еще находили на газонах какие-то травинки. Выкапывали из-под снега корешки. 125 граммов хлеба, полученные по карточке, делили на крошечные кусочки и размачивали в воде. Так сытнее. Зимой с 43-го радовались, что блокаду прорвали. Пробили узкий коридор шириной в 10 километров. В одном единственном месте, возле Шлиссельбурга. Но все верили, что стало легче. А скоро будет совсем хорошо. Я осталась одна без денег, без карточек. Вообще не понимая, что мне делать. Валю больную дистрофией, цингой и туберкулезом определили в детский дом и спасли. Дети выступали в госпиталях, летом играли прямо на улицах, прохожим. А 27 января 44-го в 8 вечера всем детским домом в молчании стояли на берегу Невы. Был салют в честь полного снятия блокады. Это, конечно, это было непередовое. Это можно было лечь спать и быть уверенной, что ты проснешься. И, конечно, было много слез. Потому что мы плакали, мы потеряли своих родных. Я, эта песчинка, песчинка благодарная всем, кто выстоял, кто защищал нашу страну. Сегодня на центральных улицах Петербурга почти ничего не напоминает о событиях 70-летней давности. Город сильно изменился. Но Валентина Федоровна до сих пор старается обходить стороной этот перекресток. Угол 2-й Советской и Суворовского проспекта. Она по-прежнему видит изрешеченные стены, выбитые окна, вздыбленную мостовую и кровь на тротуаре. Кровь ее мамы и младшей сестры. Я почему-то так вам рассказываю, потому что люди должны знать этот период. Передавать друг другу. Чтобы то, что мы пережили, не забылось никогда и никогда бы не повторилось. Вот это самое главное. Никогда.